Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня в этом видео я сделала кое-что очень нетипично для моего канала, потому что у меня редко выходит такой формат, но я сделала заказ с Алиэкспресса. И я сделала не просто заказ, чтобы сделать вам распаковку и похвалить товара, сказать, ой, как все классно, мне все нравится, а я специально заказывала с тех магазинов на Алике, где очень низкий рейтинг. Я просто ради прикола решила заказать со всех магазинов вещи, у которых или нет рейтинга, или он достаточно низкий, или никто вещи эти еще не заказывал. Что из этого вышло, давайте посмотрим, а заодно и сделаем какие-то выводы. Можно ли доверять рейтингу магазинов на Алиэкспресс, или все-таки нет? Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Самый первый пакетик выглядит вот так. Здесь лежит нечто похожее на вот это. Тряпочка, знаете ли, достаточно прозрачная, но можно укутаться как платком, и будет хорошо. Давайте примерим эту тряпку, ой, извините, это платье, и посмотрим, соответствует ли оно ожиданию или реальность будет не такая. Ну, что сказать, это платье, оно выглядит максимально странно, я не понимаю, какой здесь, извините, размер ваших, вот, руля-ля-ля, должен быть. Потому что, по-моему, это должен быть не четвертый, а просто сорок четвертый, что это такое вообще? Конечно, платье выполнено, знаете, я даже не знаю, чем сравнить, с какого это материала, потому что этот материал похож даже не на ткань, а он похож на салфетку. Вот, это салфетка, это не материал, это реально салфетка. Я не знаю, конечно, будет очень обидно, если кто-то купит себе такое платье, например, на выпускной, потому что, ну, вот, реально максимальная катастрофа. Насколько катастрофа может быть возможна, настолько вот это платье я бы и оценила. Катастрофически плохо. Зачем такое делать? Ну, типа, я, конечно, понимаю, что ожидать многого бы и не надо было, но не делать же платье блед из салфетки. Цвет, правда, ничего, будем уж объективны. Давайте за объективность. Цвет неплохой. Все остальное не. Кстати, обязательно напишите в комментариях, как часто вы вообще заказываете с Алиэкспресса что-то, если вы вообще заказываете, и расскажите про ваши истории, которые у вас связаны с Аликом. Может быть, вы однажды заказали вещь, и она пришла плохая, или, может быть, вы заказали какую-то вещь, и она наоборот превзошла все ваши ожидания. Потому что, на самом деле, я не имею негативного опыта с Алиэкспресса, ну, кроме вот пока что того, что вы видели до этого, ибо обычно я заказываю, я смотрю на рейтинг, я смотрю на продавцов, я обязательно смотрю комментарии и фотографии, и если мне там все нравится, то я делаю заказ и, в общем-то, никогда не шкерюсь. Поэтому я Алиэкспресс очень сильно люблю. Особенно люблю там покупать всевозможные парики. Просто топ. В следующем я заказала себе вот такой вот просто прекрасный худи, и мне кажется, он выглядит безумно круто, стильно, и вообще замечательно, и я бы с удовольствием его носила. В упаковке он выглядел как-то вот так. Ну, то есть, я думаю, вы уже видите, что есть некоторые вопросы. Но, знаете ли, вещи иногда, когда ты их держишь, выглядят не очень хорошо, а когда надеваешь, просто выглядят как божество, которое на тебя зачем-то наделось. Вот, возможно, это божество сейчас на мое тело приляжет. Как-то очень неоднозначно звучит. Извините, я только что поняла, что сказала какой-то бред. Знаете ли, очень странная, конечно, приблуда, но сейчас я застегну это и буду полностью ее оценивать уже. С точки зрения степени приблудности. Если я вообще правильно делаю, потому что могу и неправильно, в общем-то. Да, я делаю неправильно. Ну, извините, знаете ли, не такое уж и простое это занятие. Вставлять в дырочку вот такой продолговатый предмет, как шнурочек. Ну, ок, пусть будет. Ладно, нет, не ок, еще надо одну делать. Что хочу отметить сразу, я простояла в этой штуке две минуты, и мне уже очень жарко. То есть она, не знаю почему, но она очень теплая. Да, я криво, конечно, застегнула, но это ладно, чисто мой косяк. Постараюсь его поправить. Короче, вещь очень странная. Она очень странно пошита. Материал мне тоже очень непонятный. Не могу сказать, что он хороший, потому что, как бы, во-первых, тут какие-то очевидные проблемы с рукавами, потому что если полностью вытягиваешь рукав, то он, как бы, немножко маловат. Эта вещь должна быть где-то вот так вот, а она вот так вот, ну такое. Здесь нет ключей, ну ладно, я не ткарю, поэтому я не шарю, пофиг. Так, сзади что, как выглядит, что скажете. В целом, на самом деле, наверное, на данный момент эта вещь самая нормальная, и на камере она смотрится нормально, и я это прекрасно вижу. Скорее всего, я даже буду в ней снимать некоторые свои видео, потому что, ну, выглядит она объективно не так уж и плохо, и даже, наверное, ходить в ней дома очень норм, но в целом то, что с ней происходит, выглядит очень странно. Например, вот эта вот часть, где должны быть ноги, как видите, она идет, как бы, тюльпаном, да, что ли, крой, а потом резко он идет вниз, и получается за счет этого вот эта вот непонятная складка. На камере, наверное, не очень хорошо видно, но вживую выглядит странно. Ну и висит она, конечно, как какой-то просто максимально бесформенный мешок, но максимально бесформенный мешок в плохом смысле этого слова, а не в хорошем, когда, типа, вещь специально такая фэшн и все такое прочее. Ну, короче, да, реально очень грустно. На самом деле, чему я очень удивлена до съемок этого видео, у меня с Аликом никогда не было проблем. Сколько вещей я всегда заказывала с нормальным рейтингом, столько мне вещей хороших приходило. Но сегодня я решила не супер-мега-сильно запариваться над покупками на Алиэкспрессе, заказала то, что мне реально нравилось, и, ну, точно понимая, что этот магазин не кидал, и вещи мне придут, и я получаю в итоге это. Так что, мораль с ебасней, реально читайте комментарии, потому что даже какие-то дорогие вещи, они могут быть... Фууууу... Ой, я факи показала. Извините, не было бы, жаль, но... Но нет. Следующая вот такая вот мантия, на которую можно приманивать акибыка Ториадору, каких-то гламурных девиц, это на самом деле нет, это на самом деле хрень какая-то, это платье. Платье, на самом деле, цвет имеет очень красивый. Я такой цвет люблю, и я даже не ожидала, что цвет, ну, будет соответствовать тому, что я вижу на фото. По качеству что сказать? Знаете, у вас когда-нибудь были такие атласные, типа, простынки? постельного белья комплекты. Вот если у вас было что-то подобное, то это ну вот такое чувство, что шиты из этого же материала. Ничего против не имею, но без понятия, когда будет смотреться на теле. А так, конечно, цвет просто шикарный, такой прям жидкое розовое золото. Ой, хорошо, прям приятно. Знаете ли, к этому у меня тоже вопросов очень много. Ой, извините, да. Но почему разрез начинается от груди? Как бы я все понимаю, но не от груди же блэд. Во-вторых, почему опять у этого платья, оно как будто пошито на грудь, размера 44, потому что, ну извините, конечно, у меня тоже не самая выдающаяся форма в этом мире. Но как бы все и не настолько плохо, чтобы мне не хватало еще как минимум трех таких же траляля, как у меня уже есть, чтобы таки наполнить это платье. Очень странно. А про то, что у него материал больше похож на материал для спанья, комментарий даже не буду давать. Еще у меня очень много вопросов вот к этому вот. А простите, а зачем так длинно? Вот-вот, вот настолько она длинная. Зачем? Может быть, чисто теоретически, конечно, нужно там взять вот так вот спину, здесь вот сделать так, здесь как-нибудь сделать сяк и сделать так, но вряд ли что. Ну шо, пойдем сегодня в ресторан. Нет, типа не пойдем? Я недостаточно хороша для ресторана? У нас будет серьезный, пикантный диалог после того, как я сниму это видео. Короче, ну, на шоу потраченные деньги, я не знаю, я разочарована. А вот и следующая вещь, вот такой вот топик. Кстати, вот говоря, он мне пока что очень нравится, потому что в отличие от предыдущих вещей, у этого все хорошо по строчкам, если вы посмотрите вблизи. Здесь ни одна лишняя ниточка не торчит, все хорошо. Давайте попробуем его завязать так, как он задуман. Здесь, видите, спереди завязочка, и завязочка сзади. И они фиксируются, по идее, у вас на плечах, ну или как вы сами того пожелаете. Короче, если штуки задолбают, их всегда можно будет потом просто отрезать, снять или еще что-то с ними сделать. Собственно, вот этот топик. Поближе, подальше. Мне все нравится к нему, у меня претензий никаких нет. Конечно, это не супер лакшери элитная вещь, но все нормально. За свои деньги очень дожег. Эти приятные бантички. Короче, вот, хорошая, наконец-таки, вещь. И очень ровная, прям, меня радует то, что ни одной штучки нигде лишней не торчит. Прям здорово. Вот это вот, я понимаю, 10 из 10. Наконец-то, хорошая покупка, которая меня радует. И последняя вещица из низкорейтингового магазина. Вот, честно, оставила жесть напоследок. Если вы досмотрели до этого момента, пока я не надела вот это вот, вот эту вот мохнаточку, напишите в комменты, какая вещь вам понравилась больше всего из низкорейтингового Алиэкспресса, не из тех магазинов, которые я заказала вам, как пример, удачного шиппинга. В общем, выглядит это вот, вот это вот чудо вот так. Просто пару. Вообще, вот, что это? Ну, ну, серьезно, ну, что это? Просто, ну, это даже ночной рубашкой не назвать. Это больше меня в 4 раза, но если бы в этом только была проблема. В общем, меньше слов, больше делал. Давайте я надену и покажу вам. Ну, как тебе платье мое? Вот такое вот у меня платье. Простите, что я тут в бюст-галтере, потому что иначе просто невозможно. Оно супер просвечивающее. В общем, платье элегантное, гламурное. Я не знаю. Просто ничего не знаю. У меня настолько нет слов, что мне нечего сказать. Вот тебе, наверное, может какой-то твой вкус кажется, это платье привлекательным? Если бы я на свидание пришла, что бы ты сказал? Так сделай мне комплимент. Я хотел бы тебе комплимент, но не из-за платья. Это был правильный ответ. Учитесь. Хотя зачем? Вы же тут девчушки. Хотя, знаете ли, современный мир все такое. Учитесь. Но не покупать такие платья. Не надо. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно оставляйте ваши комментарии о том, какая вам больше всего вещь понравилась, какая не понравилась. И как вообще часто вы заказываете с Алиэкспресса какие-то продукты. И если вы вообще их заказываете, обычно вам приходит то, что вам безумно нравится. Или все-таки иногда случаются косяки. Очень интересно послушать ваши истории с Алиэкспресса. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую. И всем пока. До новых встреч. До новых встреч.